Кризис, который был во времена перестройки, развала Советского Союза и сейчас. Когда было хуже? Сейчас даже, а почему? Ну, все равно нет стабильности. Допустим, все равно несколько лет тому назад, когда была перестройка, больше была стабильность, больше была уверенность в завтрашнем дне. Сейчас, на мой взгляд, я, допустим, в этом не уверена. Реально всех это напугало. Many of you guys ask us, how Ukrainian people are doing during this COVID crisis. And, of course, many of you guys chatting with Ukrainian ladies on different PPL websites and free websites, for example, UkraineDate or Tinder. And a lot of girls just ask you for your money help, because they don't have money to buy food, clothes or some other stuff. So, today I am going to hit Sumo Street and ask our beautiful Ukrainian women, how they survive during this COVID crisis. So, guys, hi, my name is Anastasia and welcome to Ukraine Life. Guys, do me a favor, subscribe to our channel, simply clicking on the subscribe button lower right under this video. So you will never miss our new videos, which we are doing for you every Saturday and Sunday at 10 a.m. Eastern time. COVID crisis is a very important topic, and today we will ask Ukrainian ladies, and they will compare COVID crisis and Perestroika crisis, which was on 1991. Also, guys, about a month ago, I did a video about what beautiful Ukrainian women will choose, family or Korea. By the way, a link to this video you can find in the description below this video. So, in that video you can also see full economical situation in Ukraine during COVID crisis. So, guys, shall we start? Как на вас, на ваших друзей повлиял кризис из-за коронавируса? Я думаю, кризис из-за коронавируса повлиял на всех людей, независимо от друзей, не друзей. Сначала мы, как бы, было более стабильно, потом эта стабильность прервалась на определенный период. То есть, заработки уменьшились, ну, я работаю в сфере торговли, много покупателей потеряли. Ну, карантин, карантин тоже выбил из колеи многих. Ну, вообще, все связано с деньгами. Как бы, заработок у всех предпринимателей, независимо в какой сфере мы работаем, во всех уменьшился. Ну, я думаю, кризис коснулся всех. С продуктами все нормально, одежда все нормально, все хорошо. Ну, как бы, у нас очень маленькая занятость, получается. Естественно, и на других, и на покупателей наших это повлияло. Не просто финансово, а даже эмоционально и внутренне все, получается, так, что зашорены этим коронавирусом, говорят только о нем. Ну, и, соответственно, как бы, мало гуляют, мало отдыхают. Покупают только еду, та, которая продается, если продавцы продают ее. Потому что, ну, реально всех это напугало. Естественно, повлияло, потому что и магазины закрываются, и бюджет так же самый. Есть людей, кредиты, которые надо оплачивать. Есть праздники, которые люди все-таки хотят отпраздновать, а доходов особо таких нет. Поэтому я думаю, что кризис, вот это коронавирус, и все повлияло на людей. И не только на предпринимателей, а, мне так кажется, и на всех людей. Бабушки, дедушки тоже не всегда могут что-то продать свое, чтобы им что-то другое купить. Ну, и предприниматели так же несут убытки. Я считаю, что все-таки он повлиял. Для сравнения, когда была перестройка, развал СССР, кризис, да? И сейчас, когда хуже было? Ну, когда хуже. Сейчас, конечно, как бы, хотя и кризис, но все равно жить легче. Тогда не было продуктов, все было по купонам, по талонам. То есть стояли большие очереди. Продуктов вообще невозможно было достать. То есть все покупалось по большому блату. Сейчас все в наличии есть. Единственная проблема, где заработать деньги на эти продукты. А так, все хорошо, все прекрасно. Главное, чтобы были все здоровы. Ну, конечно же, сейчас намного легче. Сейчас можно купить продукты. Раньше, во время перестройки, нельзя было купить продуктов. Когда это продукты покупались по талонам, сейчас все спокойно можно купить. Не голодаем, у нас все хорошо. Сейчас даже, а почему? Ну, все равно нет стабильности. Допустим, все равно несколько лет тому назад, когда была перестройка, больше была стабильность, больше была уверенность в завтрашнем дне. Сейчас, на мой взгляд, я, допустим, в этом не уверена. Начнем даже с того, что вот у меня дочка учится за границей. На сегодняшний день она находится здесь. И, допустим, после Нового года она должна была ехать, сдавать уже экзамены, потому что она закончила четвертый курс. Должна закончить четвертый курс. И у нас проблема. Проблема в том, что не продают билеты. Она не может закончить этот четвертый курс, потому что границы закрыты. Она находится здесь. И вот в этом тоже проблема, я считаю. Ну, вот, допустим, если сравнивать все равно вот полки, там в супермаркетах, на рынках, можно купить продукты? Или все равно есть дефицит какой-то? Да нет, конечно. Дефицита нет. Слава Богу, такого нет. Разная ситуация, что было тогда и сейчас. Тогда было по-своему тяжело, сейчас просто немножко другое. Я считаю, что сопоставлять это как бы не совсем правильно. Но нет такого, что там еды не хватает? Нет, еды хватает. Мне кажется, хватает в людей сейчас всего, только не хватает, наверное, возможности это все заработать или как бы не всем дано. Ну-у-у-у-у-у. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Они были молодцы, когда СССР в 1991 году, и они точно помнят, как ужасно экономическая ситуация была в тех временах. Но все равно, украинские люди делают хорошо, как и в других странах, потому что в нашей истории есть много разных трудностей. И вы видите, многие из наших людей у нас есть дом, поэтому это не проблема найти растения и фрукты, и это не проблема такой большой проблемой сегодня. So, ребята, спасибо, что вы были с нами сегодня, и пожалуйста, не забудьте подписаться на наш канал, просто нажмите на лайк, чтобы не пропустить новые видео, которые мы делаем для вас каждый СССР и СССР в 10 часов вечера. Спасибо снова и удачи! Пока! 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 Программа по бурганской конечности, в algún момент, если у вас стало приятно, если у вас есть какие-то красивые женщины, которые вы используете на то, что это не так. Вы найдете тогда одну! Украинскую – Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok